Львы, рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео хочу вам предложить Тарасхоп на сентябрь 2018 года. Работать сегодня я буду с второго закона притяжения. Колода оракульного типа отличается от классики не только с позиции своего визуального ряда, но и с позиции толкования арканов. Тем не менее, я уверена, эта колода поможет вам увидеть новые аспекты вашей жизни совсем по-другому. Итак, по традиции расклад нам покажет общую атмосферу месяца и события, которые наиболее вероятно произойдут у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам текущий месяц. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории, поэтому он не может проиграться однозначно для всех представителей знака Зодиака Лев. Многим из нас необходимо смотреть тороскопы по знаку своего асцендента в натальной карте. Как его определить и высчитать, в этом вам поможет ссылка в гугл, да? Вы вбиваете рассчитать свой асцендент и вам будут программу, в которую вы вбиваете все свои данные и смотрите, в каком знаке Зодиакального круга находится ваш восходящий знак. Итак, давайте смотреть общая атмосфера месяца, события, которые произойдут у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, ну давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. И до чего она пройдет? Рыцарь Жезлов. Ну, смотрите, карта двояка. Почему? Потому что здесь будут перепады у вас настроения. В принципе, здесь может быть появление мужчины в вашей жизни, да? Представители огненного знака. Это овен, лев или стрелец, с которым каким-то образом у вас могут строиться взаимоотношения, неважно в каком формате, деловом, рабочем, да, либо личностном. Если же смотреть в целом, то здесь ситуация от стагнации до каких-то вот новых перспектив, новых переживаний. Потому что здесь вот на текущий момент, хотя Рыцарь Жезлов это карта активности, вместе с тем здесь вот изображен молодой человек, который, вы знаете, у него появился какой-то импульс, какая-то идея. Вот что-то он обдумывает и над чем-то размышляет. Вот, видите? Ну, то есть вот что-то вас будет не то чтобы тяготить в этом месяце, а вот что-то в вашу жизнь такое новое придет, какая-то новая идея, новый замысел, который вы постараетесь реализовать. Так, с позиции работы. Ну, с позиции работы, смотрите, по десятке кубков могу вам сказать, как может трактоваться. Либо вы на текущий момент безработный, потому что для женщины это может быть сама по себе ситуация, когда вы находитесь в декретном отпуске, либо вы в целом домохозяйка и следите, да, за своим домом, за своей семьей и так далее. Если вы на текущий момент безработный, здесь есть у вас возможность и шанс устроиться на большое предприятие, либо большой коллектив. Почему? Потому что десятка кубков это в целом аркан, ну, больших каких-то организаций, где много людей. И самое главное, работа по этой карте для вас в первую очередь будет душевно комфортна. Это душевно слаженная работа в коллективе, эмоционально устойчивая, либо та работа, которая будет вам, ну, в принципе, по нраву. Если у вас свой бизнес, то это здесь либо может быть ситуация отпуска и отдыха на текущий момент, или же бы в целом, знаете, можете как кому-то делегировать свои полномочия, вместе с тем как-то наслаждаться времяпрепровождением семьей, как-то, знаете, такого вот расслабленного времяпрепровождения. Так, с позиции финансов, что вас ожидает? Ну, старший аркан суд. Смотрите, здесь в судебном порядке что может быть? Либо получение наследства, либо дележка имущества, там, не знаю, вследствие бракоразводного процесса, либо в целом выигранное какое-то судебное дело. Ну, а в принципе, если вот так посудить, то это карта хорошего дохода, прироста. Причем прироста семейного, когда вы вкладываетесь не только вы, например, а ваш партнер или партнерша. Карта развития, карта благополучия, карта хорошего дохода и финансового благополучия. Так, с позиции здоровья. Здесь у вас падает тройка пентаклей. Ну, тройка пентаклей сам по себе аркан, который указывает на гармоничное положение вещей. Тут я не вижу каких-то, знаете, моментов по здоровью, которые бы вас сильно тревожили. Но, тем не менее, карта указывает либо на все, что связано с укреплением здоровья тела, либо какие-то косметические процедуры без оперативного вмешательства. Это, знаете, вот, ну, если другими словами в простонародье говорить, тюнинг, внешний тюнинг вашего внешнего вида, да. То есть вы вкладываете в себя, вне зависимости от этого, мужчина вы или женщина, это какие-то манипуляции, направленные на улучшение вашего внешнего вида. Ну, как следствие, знаете, вот, когда вы хорошо выглядите, вы себе нравитесь, у вас улучшается эмоциональное состояние, ну, и физическое в том числе. То есть вы ощущаете себя лучше. Кстати, здесь под тройки пентаклей может быть еще либо подбор правильного питания, либо в целом какие-то там биодобавки, либо витамины, направленные на улучшение вашего эмоционального состояния и физического. Так, что вас ожидает в плане личной жизни? А вот здесь по восьмерке пентаклей может отыграться вот этот вот аспект. Потому что здесь каждый отстаивает свои права, свои интересы, и по восьмерке пентаклей может проходить дележка имущества, когда, вот знаете, кто-то стал в позу. Опять же, это если вы в браке. Если вы не в браке, то здесь в целом, знаете, попытки отстоять какие-то свои интересы. Поэтому я рассказываю, скажем так, несколькие варианты развития событий. Почему? Потому что все мы разные, и у всех разная жизненная ситуация. Если на текущий момент вы одиноки, то у вас завышенные требования. Я здесь не вижу перспектив знакомства с кем-либо в сентябре месяце. Если вы в отношениях, то это, знаете, каждый будет ставить свои условия, попытки ставить свои взгляды на жизнь. Если вы в браке, здесь могут быть, кстати, какие-то споры по поводу капиталовложений. И если вы все-таки на грани развода, вот вам проходят ваше делюшко имущество и ваши финансовые траты. Ну и ставить этот карт на этот месяц. Четверка кубков. Укрепите свое финансовое положение, материальное положение. Создайте себе опору. Плюс, помимо прочего, по четверке кубков это должно, знаете, как выстроить стену. Эмоционально быть закрыты от внешних каких-то раздражителей и колебаний. То есть в целом, если у вас есть такова возможность, таковы перспективы, все-таки отправляйтесь на отдых. Потому что вам не нужно, ну, нужно не только эмоционально разгрузиться, но и вместе с тем, знаете, попытаться восстановиться после каких-то переживаний, либо после какого-то кризиса. Либо для вас это будет лучший вариант, знаете, как выстроить стену, отгородиться, либо уехать на отдых, дабы не развивать конфликт с вашим близким человеком, не вступать в еще большие перипетии. Вот таким у вас вышел расклад на сентябрь месяц. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии, как он у вас отыгрывается или не отыгрывается. А я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.